Добрый день, меня зовут Дмитрий Эллер, я основатель проекта CFR Deposit. Сегодня 31 марта 2020 года и это внутридневная аналитика для клиентов компании Amarkets. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в откате к уровню 1.09507. Здесь при подходе к этому уровню я ожидаю точку входа на покупки. Если она не сформируется и уровень не устоит, продажи здесь продолжатся. Причем это будет уже разворот тренда и продажи будут значительные. Фунт-доллар сейчас находится на ключевом уровне 1.23056. И в случае его пробоя начнутся достаточно серьезные продажи, разворот тренда. Но я жду все-таки формирования точки входа на покупки, потому что потенциал у меня еще не был достигнут. Потенциал 1.25149. На сегодня цель для фунта. Японская иена подходит к уровню 1.08861. Это максимальный уровень отката по иене. И скорее всего продолжатся в дальнейшей продаже. В случае пробоя уровня 1.08861 иена пойдет к уровню 1.09587. И здесь уже точно произойдет как минимум откат. Но опять же идея следующая. Все-таки отсюда продолжить продажи иены от уровня 1.08861. Канадский доллар. После небольшого падения происходит также откат. Уровень 1.42020. Достаточно сильный ключевой уровень. Отсюда могут продолжиться дальнейшие продажи. Если все-таки он пробьет этот уровень, то может еще подняться немного выше к уровню 1.043201. Нефть. Вчера нефть пробила ключевой уровень 23.73. 23 доллара 73 цента за баррель. Сейчас торгуется с гэпом. Открылась над этим уровнем и торгуется над ним. Если пойдет все-таки коррекция, что в принципе вероятно очень, то дойдет до уровня 25.12. И отсюда уже продолжат свои продажи. Если прямо сегодня пробьет этот уровень обратно, вернется под 23.73, то тогда продолжат продажи прямо сейчас, сегодня. Золото находится в накоплении над уровнем 1613 долларов 23 цента. Вообще, сама ситуация говорит о том, что здесь определенные объемы копятся. Сейчас возможен выход. Я вообще ожидаю, конечно, выхода вверх. То есть, сейчас ожидаю какого-то импульсного движения, которое можно будет померить и посчитать потенциал этого движения. Тогда можно будет уже точно говорить наверняка, до куда пара дойдет, до какого уровня, где развернется. Российский рубль находится также в накоплении между двумя достаточно сильными ключевыми уровнями. Это уровень 77 рублей 58 копеек за доллар и 80 рублей 89 копеек за доллар. В случае, ну, учитывая, да, что нефть все-таки падает, не исключено пробитие уровня 80-89, 80 рублей 89 копеек, и рост к уровню 85-37. Но это, скорее, не внутридневная, конечно, аналитика. Рубль до 85 может идти в течение недели этой. Вот сейчас надо наблюдать именно подход к уровню 80-89, и здесь уже смотреть, либо будет опять отскок и возврат в накопление, либо пробой, и тогда уже можно будет более точно сказать, какие, может быть, промежуточные уровни будут здесь для коррекции рубля. Биткоин – это тоже не внутридневная аналитика. Здесь подробный обзор такой, так скажем, на неделю. Сейчас биткоин отскочил от ключевого значимого уровня 5029.31. Это был максимальный потенциал продаж после 12 февраля. Сейчас откат произошел также к достаточно сильному ключевому уровню 6868.64. И здесь, собственно говоря, следующая ситуация я рассматриваю. Либо произойдет пробой, и если биткоин поднимется и закрепится над уровнем 6868.64, то тогда продолжатся покупки, вернее, не продолжатся, будут определенные покупки. Но вообще сама пара говорит о том, что продажи здесь достаточно явные, и все-таки от уровня 6868.64 продажи продолжатся. Ну на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс, подписывайтесь на мой канал, все ссылки в описании. Всего доброго, удачи в торговле!